В соответствии с распоряжением губернатора области 18-го июля, мы в этом году праздник будет согрещённое и День города, и День города. Советую, что из опыта прошлого года, полагаю, что, наверное, так будет правильнее. Конечно, праздник может быть. В общем-то, много гулять тоже есть хорошо. В соответствии с законом Тульской области от 14 ноября 2012 года о внесении изменений в закон Тульской области об установлении Дня Тульской области, День Тульской области отмечается во вторую субботу сентября. В 2013 году это 14 сентября. В областном центре День Тульской области совпадает с празднованием Дня города Тулы. Министерством культуры и туризма Тульской области совместно с Управлением культуры администрации города Тулы сформирован комплексный план мероприятий. 13 сентября в 15 часов в зале заседания правительства Тульской области состоится торжественное собрание, посвященное празднованию Дня Тульской области и Дня города Тулы. В рамках его будет вручен ряд областных и городских наград. В концертной программе примут участие артисты и коллективы Тульской областной филармонии. По окончанию мероприятия запланирован праздничный фуршет. 14 сентября празднование Дня Тульской области начнется с 10 часов традиционным возложением венков и цветов к памятнику героическим защитникам Тулы в 1941 году на площади Победы. В 10.30 состоится торжественное открытие ярмарки на улице Менделеевской и театрализованная концертная программа на Крестовоздвиженской площади. Ее готовят коллективы Тульской областной филармонии и других региональных учреждений культуры. Тульская земля славится как край мастеров, ремесленников и умельцев. Поэтому особое место в ярмарке в этом году займут представители тульских народных художественных промыслов. С ними также ведется предварительная работа. В преддверии празднования Дня Тульской области Министерством культуры и туризма объявлены конкурсы песен о Тульском крае «Тульская земля. Родина моя». И сегодня он стартовал. И фотоакция с одноименным названием с голосованием в сети интернет. Организационная работа в данном направлении ведется сейчас в тесном сотрудничестве с Комитетом Тульской области по инновациям и информатизациям. Фотоконкурс в интернет-пространстве стартует в понедельник. Десять песен победителей конкурса песен будут исполнены на главной площади празднования Дня Тульской области. На Крестовоздвиженской площади. Там же будут награждены победители фотоакции. Конкурс песен стартовал сегодня и фотоакция, как я уже сказала, начнется с понедельника. В 11 часов торжественно откроется Тульский краеведческий музей, где состоится презентация книги о тульских губернаторах. В 12 часов состоится освещение колоколов колокольни Успенского собора Тульского Кремля. Сразу после освещения состоится праздничная программа с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. Своей стороны хочу сказать о тех работе, которая дополнительно ведется, о тех мероприятиях. Во-первых, естественно, это подготовка города по оформлению. Коснется и площадей, и центральных улиц города. Занимаются этим у нас муниципальные предприятия Тулгор-реклама, Тулгор-свет. И в совместной работе будет обращено внимание на площадь имени Ленина, которая будет оформлена стеллами и флаговыми композициями. Смонтированы барельефы, герба города Тулы, герба Тульской области. На флажстоках будут размещены двусторонние панно с поздравительными изображениями. Будут оформлены флагами Российской Федерации, Тульской области, город Тулы. Пересечения центральных улиц, проспекта Ленина, Первомайская, скверы возле памятников Льва, Толстого, Руднева. Центральные улицы, на которых также будут на кроссейных опорах освещения размещены различные праздничные вертикальные растяжки в достаточно большом количестве, 350 штук. Что касается рекламоносителей, то мы планируем рекламоносителей большого формата использовать в этих мероприятиях порядка 100 штук. Это достаточно большое количество. С рекламными организациями мы уже этот вопрос проработали, список таких прилагается вместе с местами размещения. У нас получается расстановка фейерверка, правое и левое крыло в скверике от музея самоваров. Соответственно, у нас, если левое крыло в сторону улицы Тургеневская, ярмарка будет заканчивать в 15 часов работой, и мы ее уберем, скажем так, и не будет потенциальной опасности для людей, которые там находятся. Если есть возможность нам зачистить, то правое крыло в сторону Крестово-Развенской площади у нас ярмарка будет работать ориентировочно до 21 часа. И, соответственно, могут не успеть, в зависимости от наполняемости площади и прилегающей территории, вывести данное, ну не учреждение, а построение, скажем так, торговой. Палатки, лотки, товар. Так точно. Это первый вопрос. Как бы здесь надо предусмотреть... Почему? Все-таки... Мы же у нас был такой прецедент, уже один раз в фейерверк год. Ленина, с учетом наших, скажем так, требований, даже не в 10 часов, а где-то в районе с 9 часов, там уже даже с утра у нас частный автотранспорт уже ходить не сможет по проспекту. Соответственно, где-то часов до 9 у нас сможет ходить только общественный транспорт. И это надо довести, будет до граждан города Тулу, если будет принято решение именно о перекрытии. И второй аспект здесь, оповещение через средства массовой информации жильцов, прилегающих к проспекту Ленина, домов, о убрании своего автотранспорта уже в ночь с проспекта, внутри домовой территории, на стоянке. Потому что вот ружья и эвакуаторы пойдут. Так точно. И будут потом жалобы именно на организаторов дня города, на ЕВДД. То есть это может ложку дегтя, бочку меда привнести в праздник непосредственно. И вот эти агитационные мероприятия, они помогут скрасть данный нюанс.